Безденежье вывело на акцию протеста сотрудников судостроительного завода имени 61-го коммунара. В центре Николаева люди перекрыли дорогу, зарплату им не выплачивают уже больше трех лет. Общая сумма задолженности 60 миллионов гривен. Продолжит Кирилл Ющишин. Пушкинское кольцо, одна из самых главных дорожных развязок в Николаеве, перекрыто. Работники завода не планировали блокаду, но после того, как чиновники проигнорировали их пикету обл. госадминистрации пошли на отчаянный шаг. Полицейские пытались заставить людей прекратить акцию протеста. Не получилось. Предприятие задолжало сотрудникам немалые суммы от 70 до 150 тысяч гривен каждому, а всем вместе 58 миллионов. Мы требуем зарплаты, которые нам не платят, три года и два месяца. Вся семья работает в заводе, мы вывезли зарплаты. Завод имени 61-го коммунара – это госпредприятие, которое входит в концерн «Украборонпром». С журналистами руководство предприятия общаться отказывается. Сначала АТО, а это уже более трех лет. Завод простаивает. Не производит ни оружия, ни военных кораблей. Лишь поддерживает на плаву недостроенный крейсер «Украина». Работники говорят, устали терпеть безденежье и голод. И готовы к радикальным акциям. Вот у меня есть подписи всех работников завода. Вот сколько их много. Вот сколько листов, все подписались. Фамилии, подписи, все тут есть. Дорогу удалось разблокировать только после того, как приехал мэр города. Договорились вместе ехать в столицу, добиваться правды. Завтра мы подготовим обращение, которое принесло в нечеркную сессию городского сезона. Которую мы проголосуем. И вместе с инициативной группой я повезу его президенту. Работники завода согласились с таким сценарием, но предупредили, в случае, если их опять обманут, перекроют движение транспорта в городе до тех пор, пока не добьются своего. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал «Интер». Николаев. Николаев.